Продолжение следует... Это развитие. Я и есть Татарстан. Это развитие. Я и есть Татарстан. Сегодня промышленный парк развития планирует уже третью очередь. И благодаря вашей поддержке сейчас уже ведется проектирование. В 2017 году, благодаря имеющейся поддержке моногородов, был создан промышленный парк Нижнекамск в городе Нижнекамск. Сегодня также две очереди, 53 гектара земли, 16 предприятий-резидентов, создано 300 рабочих мест, но мы расширяемся ежеквартально. Работают предприятия по производству бумажной упаковки для яиц, производства листового утеплителя, полиэтиленовых труб, обжимных фитингов, 3D-ограждений, сеток и многое другое. И сегодня Нижнекамск также занимается созданием третьей очереди промышленного парка. В прошлом году промышленный парк Нижнекамск участвовал в отборе промышленных парков, которые проводит Министерство экономики, и получил поддержку дополнительно на 25,7 миллионов рублей на строительство подъездной дороги. И вы не представляете, насколько это оказалось ощутимым, потому что каждый резидент парка, а их я напомню 16, должен был ежемесячно тратить от 30 до 80, до 100 тысяч рублей на организацию вахтовых перевозок. Сегодня вопрос решен, все работы завершены, спасибо вам большое еще раз. Помимо этого мы занимаемся созданием промышленного парка Меделея 2.0. Это позволит разместить 7 предприятий-резидентов с объемом инвестиций от 1 миллиарда рублей. Инфраструктуру планируем построить за счет программы ВебРФ. Заявка находится сейчас на высокой стадии готовности. Но, к сожалению, не у всех промышленных парков есть возможность принимать участие в федеральных программах, есть муниципальные парки в районах, и у них нет варианта другого, кроме как принять участие в республиканской мере поддержки. И поэтому просьба, наверное, от всех управляющих компаний именно муниципальных районов сделать программу республиканскую по выделению денег на инфраструктуру ежегодной. Это значимо повлияет на привлечение инвесторов, потому что сегодня инвесторы не идут на территорию, где нет инфраструктуры ни сетей, ни дороги. К сожалению, сегодня это так, они начинают уже более высокие требования высказывать промышленным паркам. Также значимой поддержкой для управляющих компаний стала программа промо-апотека. Да, прекрасно знаю, что программа работает, и то, что благодаря республике Торстан был запущен второй этап, когда можно не только выкупать готовые помещения, но и строительство. Но, к сожалению, эта программа так и осталась только для промышленных предприятий. А сегодня управляющие компании являются иногда и девелоперами, и застройщиками на своей территории, и потом предоставляют резидентам в аренду. Возможно, взять у управляющих компаний по этой программе денег нет. Если бы это получилось, то это было бы значимым экономическим эффектом. Вот, в принципе, все. Два вопроса. Спасибо большое. Спасибо, Константин. Спасибо. Промо-ипотека, она на самом деле чисто декларация. Она того эффекта, которого мы ожидали, она очень узкая, и, вы правильно сказали, значит, она ограничена многими вещами. Мы, наше обращение, Митхадров, вы же сделали обращение. Вот, я думаю, что у нас 29-го по малому среднему бизнесу будет Мишусе проводить мероприятие, он меня пригласил. Вот мне вот эти вопросы еще раз надо будет озвучить, подготовьте, пожалуйста, на 29-й. Ну, что утром вы мне доложили, а потом уже это, потому что она не работает. Вот, помните, 11-19, когда он был в первом формате, он тоже был сложный, или 17-04. Вот, мы там с Минкеном, с Миниэкономразвития проработали, 11-19 работает, 17-04, 17-05 тоже работают. Я думаю, вот, нам более активно по промышленной ипотеке надо подключиться. Если это серьезнее, была бы хорошая поддержка, особенно для, она же ограничена до 500, по-моему, миллионов. И, возможно, вот этот лимит надо поднять за 500 тоже, если что-то делать, особо много не сделаешь. Я услышал, будем работать, но вот у вас опыт есть, у нас есть готовые площадки с инфраструктурой, но вот управляющих компаний эффективно пока у нас не так много. У нас есть Кипмастер, они за пределами работают, Химград очень, вот в Узбекистане тоже работает. Ну, вот ваше М7 более вот неплохо, но вы же все расположены в таких сладких местах. Ну, на самом деле так. Нам надо научиться, в том числе и вот в таких сельских территориях находить бизнесы, которые туда тоже пришли. Вот, может быть, у нас пока опыта не хватает. Допустим, у меня сверстки и мультимодальные уже вопроса нет. Вот Тура-1 уже заполнен, сейчас Тура-2 тоже мы сейчас выбираем. Но вот сельских, а нам нужны и сельские, потому что там тоже живут люди, им нужны там рабочие места. Как вот эту схему отработать, нам надо поработать. Может быть, у вас какие-то предложения будут? Да, то, что касается промышленных парков, которые мы можем задействовать под федеральные программы, они максимально нами отрабатываются, да, вот то, что и получается имуногородок, и фонд поддержки. То, что вот Константин поднимает вопрос, речь идет именно о муниципальных наших небольших парках. И одни из держащих факторов, конечно, для них является отсутствие каких-то небольших элементарных моментов части инфраструктуры. Я услышал, у нас же как, ну, я же сам головой был, да, сначала колхоз, а потом колхозники. А колхозников иногда нет. Вот, если бы был проект, вот такой проект, вот такой инвестор, вот столько рабочих мест, вот под это дело, конечно, надо выделять денег. Будем, я прощел это, надо поддерживать. Ну, вот, молодыши мы построили, да, еще там построили большие площадки, и они пустые. И потом, давайте вот надо строить парки там, где есть газ, есть электроэнергия, чтобы вот минимально выбирать площадки. Значит, вот посмотрите, еще крупные промышленные площадки на входе, на въезде в город Казань, Чалны, в городах, наверное, особенно Казань. Вот, люди перемещаются, если бы большие площадки, вот как сейчас МЛЦ, это в Зеленодольском районе, такие же надо создавать в Лаишевском, в Согорском районе. Нам еще много чего поработать. С СГА-шкуб было, вам работы будет много еще. Работайте. Вот Беляев там сидит, значит, горит желанием. Но у тебя там конкурент, этот, особая зона. Да, вы там за инвесторов боретесь. Но это тоже хорошо, пусть будет конкуренция. Спасибо большое. Далее. Спасибо.